Хорошо, к сожалению, многие позвонили, что не могут приехать, морозы и прочее, всякое бывает. К сожалению, погода нас немножко развела еще. Но тем не менее, рад. Как всегда, начиная наше мероприятие, я говорю, здравствуйте, друзья, раз вы здесь, значит вы друзья, друзья украинской культуры, друзья Украины, ее народа. То, что за советское время, да и до этого все исторически, нас очень много связывает, наши народы. Я уж не говорю, что родственников у нас полным-полно различных национальностей, и все, и делить нам вроде казалось бы нечего. Но Советский Союз рухнул, и сейчас идет бережка, к сожалению. И что там греха таить, гибнут люди, гибнут, к сожалению. Ну как вот, я скажу, осенью я был за границей, и мы там сели, украинцы были вот с Киева ребята, и мы с Россией. И я, ну я украинец, конечно, и жена украинка, но мы уже граждане России. И вот мы сели в такси, и пакистанец, шофер спросил, говорит, ну а вы кто? Мы, говорит, с Украины, мы, говорит, с Россией. Говорит, как вы тут сидите в одном такси? Я говорю, ну, он, говорит. Ну и Паша, киевлянин сказал, святые слова, говорит, воюют олигархи. Мы, простые люди, мы должны дружить между собой, воевать и гибнуть за чужие какие-то интересы, нежелательные. Ну, извините, я почему говорю про это? Потому что, как всегда, хотел бы, чтобы наше мероприятие началось именно с молитвы. И даю слово именно нашему большому другу во всех отношениях, действительно, человек, который действительно с большим сердцем, наш Егумен Феято Васильевна. Прошу вас, батюшка. Вы захвалите. Как раз говорю, это холодно, когда тут хорошо, потому что меньше мерзли, чем больше, тем больше мороз. Я тоже хотел бы несколько слов буквально сказать, чтобы не задерживать тоже всех. Ну, я думаю, что в общении тоже складывается определенным образом жизнь человека, поскольку оно позволяет выйти за рамки обыденного, выйти за рамки привычного, услышать что-то новое, да даже не только услышать, но и как-то, может быть, все переживать, почувствовать то, на то, что раньше не обращалось внимания. Поэтому какие-то краткие мгновения общения, которые у нас есть среди суеты, среди беготни всяких житейских дел, несомненно, минуты общения, они приносят пользу для человека. Несомненно просто. Потому что потом, даже по ходу жизни, вспоминая общение с какими-то хорошими людьми, можешь извлекать из этого мудрость и определенную пользу для жизни. Вот я, например, всегда вспоминаю хороших профессоров, преподавателей, с которыми приходилось общаться и у которых приходилось учиться. Они всегда оставляют частичку себя, частичку собственных знаний, частичку собственной жизни в своих учениках. И действительно, потом с годами это как бы становится понятным, даже на то, что в юности не обращаешь внимания. А уже потом проходит там 10, 15, 20 лет и ты начинаешь смотреть на слова собственных преподавателей и тех людей, с которыми общался совершенно по-другому. Это я к тому, что вот почему необходима молитва для человека. Потому что молитва это общение с Богом. И если сначала не понимаешь этих слов или какие-то определенные есть условия того, что препятствует к этому пониманию, то с годами все равно задумываешься о их мудрости этих слов, задумываешься о их глубине. И это знаете, что позволяет? Это позволяет быть выше собственных инстинктов, быть выше того существа, того животного, которое живет в каждом глубине каждого человека. Но вот это именно позволяет возвыситься немножко над самим собою и почувствовать что-то такое, что действительно делает человека человеком. Поэтому давайте помолимся сейчас вместе и прочитаем самую такую известную молитву всех времен и народов. И ее действительно более известной молитвы нет на земном шаре. И ее знают все очень хорошо. Молитву «Отче наш», который подошел апостол Петр и спросил Господи, как нам молиться. И отвечая, говорит, молитесь просто. Молитесь просто. И звучит оно так. Давайте, кто... Вставайте. Молитесь просто. «Отче наш, иже истинно небесе, досветится имя Твое, добрый и царство Твое. Да будет воля Твоя, как и на небесе и на земле. Хлеб наш насущий дашь нам вниз. И остави нам долги наши, и окажем, оставляем должником нашим. И не веди нас в свои искушения, но избавь нас в лукавах. Ико Твое есть царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святого Бога. Ныне и приискли, во веки веков. Оно звучит по-славянски, присаживайтесь. Звучит по-славянски эта молитва в таком древнем, едином языке, который у всех одинаковый. Сербы, поляки, славянцы, хорваты, черногорцы, ну естественно белорусы, украинцы, русские. Да, да, очень много. Да, очень русиные, там малые такие народности, в огромном количестве, этот язык, вот знаете, вот я никогда об этом не задумывался, а как-то привезли богослужебную книгу из Европы, из Хорватии, потом другая была из Сербии, книжки богослужебные, знаете, там идет, как крестить правильно, как венчать, требники и служебники, церковные такие книжки. И они все оказались на славянском языке. То есть абсолютно вот можно взять эту книгу и служить на ней. То есть никакой разницы совершенно нет. И вот это вот вселяет все-таки надежду, то что славянский наш мир будет способен, я бы сказал так, защищать собственные интересы. Не интересы тех, кого нам пытаются навязать, кому мы пытаемся служить, а вот именно свой собственный мир, защищать его и собственные интересы, в отличие от того, как сказал когда-то один знаменитый римский император, разделяй и властвуй. Я надеюсь, что нам вот эта молитва и, ну, может быть, какие-то глубины разума. Я уже не надеюсь на человеческое здравомыслие. Поверьте, не надеюсь. Совершенно. Вот опыт мне подсказывает, что это безнадежная ситуация. А вот на то, что там где-то в глубине пробудятся какие-то инстинкты, которые принудят нас сделать это, либо просто какой-то необходимость выжить, да, она заставит нас это сделать. В это все-таки, ну, с точки зрения науки можно надеяться. Я призываю всех к здравомыслию, призываю всех учиться. Вот. Прежде чем что-то говорить и высказывать какое-то мнение свое, нужно обязательно много почитать, с многими поговорить, узнать многое, потому что, ну, мнение наше бывает очень часто поверхностным. Чувство, чувство там, что-то нравится, что-то не нравится. Но на самом деле знания, они всегда лежат в глубине. И именно знание, именно наука, она позволяет, ну, хотя бы немножко, более-менее не выглядеть дураком и идиотом. А все-таки благодаря науке можно иметь возможность прикоснуться к правде, хоть чуть-чуть немножко прикоснуться. Именно в ней коренится глубина мудрости человека, мысли человека. Ну, ничего, я думаю, что все это циклично. Мы уже проходили все эти разрушения и России, и Украины, и что только не было, Беларусь, и Жмутские, все эти княжества, все это все было уже. Я думаю, уже было не раз. Цикличность повторяется. Будем надеяться, что, может быть, новый Богдан в Мельницке появится, может быть, еще что-нибудь будет. Я к нашему себе, да? Да, что хочешь, чтобы такое было что-то, что было именно для людей. То, что позволит из руин, из обмана прийти к какому-то более такому свету истины, для того, чтобы его пользу для людей. Вот. Поэтому пусть слова этой молитвы вселяют всех надежду и, я думаю, что, по крайней мере, наставляют на путь устремления к доброму и лучшему. Я думаю, в этом очень много пользуется. Спасибо большое. Спасибо. Ну, спасибо, бабушка. А сейчас прошу всех стать гимнами Украины и России. Еще не в мира Украины Ни слова, Ни воля. Еще нам, братья-украинцы, Усмикнется Песня о tête Исп sucking наши враги как роса на солнце. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон.